Так, сейчас мы переходим с вами к следующему этапу. Я вам расскажу, какими полировальными и шлифовальными дисками я пользуюсь. Вообще, от этого расходного материала зависит качество вашей работы. Сразу хочу сказать, диски, которые продаются в Леруа Мерлен, покупать не надо. Вот эти вот коричневые, жесткие, вот такие диски для шлифовки столов, смолы вообще не подходят. Что я рекомендую? Фирма 3М и Мирка. Есть еще фирма Ковакс, ее тоже можно использовать. Я этой фирмы использую диски шлифовальные с низким абразивом. То есть, вот тысячные, полутора тысячные, вот такие вот они мягонькие, очень тонкие. Они достаточно хорошего качества. Я беру вот их. Все остальные у меня диски, это фирма 3М и Мирка. Я ими очень довольна. У 3М мне больше всего нравятся диски Кубитрон. Они вот такого вот сине-сиреневого цвета, с большой перформацией. Я их выбираю, когда в магазин захожу, просто по цвету. Они отличаются все по цвету. Зеленые, желтые и вот такие вот сине-сиреневые. Очень хорошего качества. Причем, от высокого абразива, допустим, там сороковка, восьмидесятка, и до самого мелкого, до двухтысячных дисков, они вообще отличные. Но, помимо вот таких вот дисков бумажных, я использую еще сетчатые. Сейчас я покажу. Вот так вот они выглядят. Такими дисками очень хорошо работать со смолой, потому что они сделаны в виде сетки. Из этой сетки смола хорошо выдувается, вычищается. Если диск забился, я его просто сняла, вот так вот отряхнула, и он опять рабочий. Если вдруг происходит какое-то налипание, ну, достаточно легко счистить вот эту налипшую смолу с поверхности. Для самого дерева они также подходят. Ну, и вот эти вот два вида дисков я вот люблю больше всего. Кубитрон от 3М, а это сетчатые, это Мирка. У 3М тоже есть вот такие сетчатые, то есть выбор, в принципе, большой. Они достаточно удобные. Соответственно, диаметр подбирайте под вашу шлифовальную машинку. То есть у меня 150-150 диски, соответственно. Это что касается шлифовки непосредственно и смолы, и дерева. Подходят и те диски, и другие. Повторюсь, значит, марка 3М, Мирка и Ковакс. Вот так вот они выглядят. Значит, после того, как мы отшлифовали наше изделие вот такими шлифовальными дисками до 2000-го зерна, после этого мы переходим к подготовительному этапу перед полировкой изделия. И нам с вами потребуются вот такие диски. Они тоже шлифовальные называются. Но у них на самом деле просто достаточно низкий абразив, и они шлифуют поверхность с водой. Обратите внимание, они, видите, здесь как поролончик. Они мягкие, вот такие вот диски. Это ткань нанесена здесь, наклеена. За счет этого происходит шлифовка. Чтобы шлифовка была нежная, диск смачивается водой и шлифуется поверхность. Какие диски нужно будет брать уже в процессе работы, я вам уже буду говорить, когда мы будем с вами готовить стол. Когда мы с вами уже подготовили поверхность, после вот этих дисков поверхность уже достаточно гладкая и блестящая. Но этого мало. Дальше мы переходим к самому интересному и, по сути, самому легкому этапу. Это полировка. Потому что именно от качества шлифовки, от того, как мы с вами отшлифовали, зависит наша гладкость поверхности и ее глянец именно после полировки. Потому что если мы плохо отшлифуем поверхность, после полировки у нас выделятся все риски вот такие вот после шлифовальных дисков. Поэтому очень важно подбирать качественные шлифовальные диски и очень качественно шлифовать. Это я уже опять-таки повторюсь, буду показывать вам в процессе, как и что мы будем с вами делать. Для полировки нам с вами потребуются три вида вот таких полировальных дисков. Они отличаются по цвету и отличаются жесткостью. Вот этот диск самый жесткий считается. Оранжевый диск помягче. Черный диск самый мягкий. К каждому диску идет соответствующая полировальная паста. К жесткому диску мы берем пасту номер 35, Мирка. Полируем ей. К среднему диску, оранжевому, мы берем пасту номер 20. Она более мягкая. Здесь более мягкий абразив. А к черному диску, соответственно, самую мягкую пасту номер 5. Она, по сути, придает только глянец. Все, больше ничего. То есть, вот этой пастой мы с вами натираем поверхность и создаем ей блеск. Значит, также нам в работе могут с вами потребоваться вот такие лепестковые диски шлифовальные. Они бывают разного абразива. Вот этот абразив, где тут написано, сотка. Видите? П-100. Это определяется грубость зерна. Вот такие диски. Вот такие. Могут быть металлические. Не обязательно прям вот конкретно вот такие. Они могут быть с металлом. Это для очистки коры, либо вот поверхности, если в мазках. То есть, вот в этих вот местах. И мне очень нравится, я искренне порекомендую вам вот такие диски фирмы Детера. Я ими работаю уже полтора года и очень довольна. Они бывают разного абразива. Вы покупаете вот эти вот расходнички. Вставляете в саму втулку. Вот в эту втулочку вставляете и работаете. То есть, для чего нам нужен вот такой вот понадобится диск шлифовальный. Вот эта вот система прямо называется, система Детера. Значит, она идеальна для шлифовки торцов. И если у нас, вот видите, вот такие вот заломчики есть, как, допустим, отшлифовать вот этой системой спил очень легко. Во-первых, мы сгладим острые углы у капа. И, соответственно, уже отшлифуем поверхность даже вот там вот изнутри. Они бывают разной толщины, разного диаметра. Выбираете для себя то, что вам нужно. То есть, я взяла вот такой вот оптимальный размерчик. Мне очень удобно. Я очень довольна. Также могут потребоваться различные щёточки, стамески для того, чтобы снимать кору, молоток. Вот. То есть, вариаций может быть много. Ну, вот у меня что есть, я вам сейчас показываю, собственно говоря, свой рабочий инструмент. Но не спешите покупать сразу всё. То есть, повторюсь, вы начинаете работать, вы приобрели спил или слэп, и покупаете товар, уже вернее, инвентарь или расходники по необходимости. Не всегда нужны эти щётки. Абсолютно не всегда. Не всегда нужны стамески. Не всегда нужны вот такие вот элементы для чистки. То есть, это всё зависит от того, с каким материалом вы будете работать. Насколько он сложный. Если у вас будут просто, грубо говоря, прямые доски, да, залитые смолой, прямые слэбы, то вам вот это вот может быть особо и не понадобится. Поэтому не спешите. Покупать нужно постепенно, по необходимости. Тогда это вам будет легче. Не так материально затратно. И вы не купите лишнее, чтобы потом у вас это всё валялось.